С новостями к данному часу в студии Вера Захарчук и Виктория Антонишина. Здравствуйте. Косымжума Артукаев приняла председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Стороны обсудили вопросы дальнейшего подотворного сотрудничества между странами. Президент Казахстана поздравил Мишустина с его избранием на новую должность и пожелал удачи в работе. Помимо этого участники встречи затронули вопрос увеличения взаимного товарооборота между Казахстаном и Россией в рамках Евразийского экономического союза. В свою очередь Михаил Мишустин выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием. Я знаю, что вы приняли участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Тема форума была очень важная. Цифровизация, искусственный интеллект. Это как раз то, чем мы занимаемся здесь, в Казахстане. Нам известно, что именно в этой области у вас очень обширный опыт. Поэтому рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере. Благодарю вас за приглашение посетить Новосултан. Это мой первый, как вы уже сказали, зарубежный визит. И символично, что он проходит в Казахстан. С большим удовольствием также передаем привет. Самые лучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. И пользуясь случаем еще раз хочу напомнить, мы ждем вас на 9 мая, на День Победы. Что касается 75-летия Дня Победы, естественно, я с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть Парад Победы. Это наш общий праздник. Это действительно Великая Победа. Встретился с Михаилом Мишустином и Нурсултан Назарбаев. В ходе встречи первый президент Казахстана поздравил Мишустина с назначением на ответственную и важную должность. В свою очередь премьер поблагодарил Ельбаса за встречу и передал теплые слова приветствия от имени президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы пришли на эту работу в очень сложное время и для России, и для окружения всего. Ситуация такая непросто, но ваш опыт пройденный, проделанный вашей работой, говорят о том, что вы соответствуете как раз данному моменту работы. В Алматы вы встретились по циферизации, по искусственному интеллекту. Вот сейчас каждый год проводится, по-моему, поручение конференции, она, думаю, полезна. Особенно нам тесно надо. Россия, Казахстан, по всем направлениям. Мы вчера с Аскаром Закбайовичем обсудили целый спектр вопросов, а сегодня с Касым Джамартом Кемеличем, Такаевым, о наших взаимных отношениях, отношениях внутри Евразии. Хочу сказать еще, что я очень приятно удивлен, как похорошела столица Нур-Султан. Совершенно замечательный, современный город. Нур-Султан Азербайев принял посла Казахстана в Российской Федерации Ермека Кущербаева. В ходе встречи Эльбасы отметил важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Также подчеркнул необходимость качественного изучения и проработки вопросов, касающихся деятельности республики в рамках интеграционных объединений и международных организаций. Нур-Султан Азербайев встретился с министром обороны страны Нурланом Ермикбаевым. В ходе беседы председатель Совета Безопасности подчеркнул важную роль вооруженных сил в деле обеспечения безопасности и стабильности государства. Первый президент Казахстана указал на необходимость поддержания боеготовности армии, а также проведения модернизации технологического совершенствования вооруженных сил страны. Ваша работа и требует высокой ответственности. Народ должен быть уверен в возможностях вооруженных сил. От этого зависит стабильность нашего государства. Казахстанские дипломаты приняли участие в обсуждении подготовки к празднованию 75-летия ООНа. В ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН Фабрица Охшильда министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлиуберде ознакомил собеседника с инициативой главы государства Касымжумар Татукаева по созданию президентского молодежного кадрового резерва и проводимые в Казахстане работы в сфере цифровизации. Отмечу, что основными темами юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН станут как раз вопросы молодежной политики и цифровизации. Касымжумар Тукаев отправил письмо председателю КНР Се Дзимпину по вопросу о распространении коронавируса. Глава государства высоко оценила решения и действия китайского руководства по локализации опасного вируса. Касымжумар Тукаев проинформировал председателя КНР о решении казахстанского правительства оказать Китаю посильную гуманитарную помощь в случае ее необходимости. Президент также сообщил о предпринимаемых правительством мерах по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана. В Китае число жертв нового типа вируса возросло до 259 человек. Что касается зараженных, то их уже насчитывается порядка 12 тысяч, сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР. Только за минувшие сутки умерли 46 человек. 45 – жители провинции Хобэй. Еще один человек скончался в китайском городе Чунцин. Между тем, в Испании подтвердили первый случай заражения новым типом вируса. Под наблюдением медики взяли и еще четырех человек, а в США подтвердили седьмой случай заболевания. Это первый случай заболеваемости в Санта-Клара. Мы полагаем, что он заразился во время пребывания в Китае. Он посещал город Ухань. За медицинской помощью он обратился уже после прибытия в Штаты. Работа по предупреждению распространения коронавируса ведется и в Армении. Идет усиленный контроль за гражданами, прибывающими в страну. На днях с подозрением на инфекцию госпитализировали двоих граждан Китая, но диагноз у них не подтвердился. Как заявляют в Минздраве, коронавируса в стране нет. Одновременно власти республики ввели запрет на импорт китайских продуктов. И эта мера несет определенные риски для представителей бизнес-сектора. Тему изучила Лаура Жусубекова. Армения не в зоне риска, заявляют власти страны. Но одновременно санэпидемиологи усилили работу по предупреждению проникновения коронавируса. Особенную бдительность медики проявляют на пограничных пунктах. И повышенное внимание уделяют пассажирам, прибывающим из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Схема обычная. Осмотр пассажира, у которого выявлена повышенная температура и дальнейший контроль за его состоянием. Если есть симптомы, характерные для инфекционных заболеваний, человека изолируют и ведут за ним круглосуточное меднаблюдение. Пока таких фактов было два с гражданами Китая. Но подозрения на коронавирус врачи быстро опровергли. Симптомов не выявлено. Прошло первое заседание Межведомственной комиссии по координации действий по предотвращению распространения коронавируса. Обсуждался вопрос возможности ограничения въезда граждан Китая, связанный с нашими международными обязательствами. О формате, сроках и условиях ограничения позже сообщит МИД. Это заявление прозвучит в условиях действующего с 19 января безвизового режима между Арменией и Китаем. Однако его приостановят на два месяца, сообщил вице-премьер Тигран Авинян. Говорить о возможности ограничения въезда из других стран, где уже есть больные коронавирусом, пока нет необходимости. Сейчас происходит общая изоляция источника инфекции. И мы в этих рамках пока считаемся зоной пониженного риска. Одновременно власти ввели запрет на ввоз из Китая продуктов и сырья животного происхождения, а также пищевых товаров, произведенных в других странах на основе китайского сырья. Такой приказ издал инспекционный орган продбезопасности Армении. В группе риска оказались бизнес-круги, строящие хотя бы частично. Коммерческое дело на китайском содержании. Ресторатор Арсен Оганесян для удобства и спокойствия посетителей теперь точечно в каждом блюде указывает географию ингредиентов. А это и Япония, и Финляндия, и Россия, и Шри-Ланка. И заявляет, что все китайские продукты, используемые сейчас, это остатки прошлых поставок. На полгода однозначно у нас достаточно запаса всех этих продуктов, которые были завезены несколько месяцев назад. По крайней мере, это на нас ближайшие 4-5 месяцев никак не повлияет. А что будет дальше, уже посмотрим. В период действия ограничения владелец ресторанной сети планирует перезагрузку системы закупок с ориентиром в сторону европейских поставщиков. И для полного успокоения своих гостей добавляют, что повара из Китая приехали в Армению примерно полтора года назад. И новых работников из-за рубежа он пока не ждет. Мы с помощью социальных сетей уже тоже просвещаем народ, что все это безопасно. И те вирусы, которые появились там, они никак не повлияют на нашу продукцию, которую мы выпускаем здесь. По данным Минздрава, на данный момент в Китае находится около 400 граждан Армении. Спешки вернуться домой среди них нет, подчеркнул глава ведомства. В общем, ежедневном пассажиропотоке возвращенцев примерно 20 человек. Лаура Жасубекова, Давид Атаян, Хабар-24, Армения. Тем временем власти Турции планируют эвакуировать граждан четырех стран из китайского города Ухань. Об этом сообщает наш собственный корреспондент в Турции Меруэрт Канагатса с ссылкой на Министерство здравоохранения страны. На родину вернут 49 человек. Их привезут специальным бортом в сопровождении медицинского персонала. Среди пассажиров граждане Турции, Азербайджана, Грузии и Албании. Это те люди, которые захотели вернуться домой. После прибытия всех пассажиров поместят в карантин, где за ними в течение двух недель будут наблюдать врачи. На сегодняшний день в Турции нет случаев заболевания коронавирусом. Граждан, прибывших из Китая, мы будем проверять особенно уже на борту. На данный момент свыше 11 тысяч пассажиров уже прошли такой контроль. Среди них не было подтвержденных случаев коронавируса. На данный момент в каждом городе есть больницы, где могут принять карантинных пациентов. Их оснастили необходимым медоборудованием. К другим темам. Великобритания официально покинула Европейский Союз после 47 лет членства. Исторический момент, произошедший в 23.00 по Гринвичу, сторонники Брексита отметили вечеринкой на парламентской площади. Прощание британцев с Евросоюзом своими глазами увидел и наш собственный корреспондент в Лондоне Голымжан Караманула. Рядом с Фестминстерским дворцом яблоку негде упасть. Одни празднуют знаменательный день, для других это большое горе. Но все уже решено. С сегодняшнего дня Британия вне Евросоюза. Это очень важный момент, потому что мы за это голосовали, но парламент игнорировал мнение общественности и делал все, чтобы остановить данный процесс. Нас переполняют эмоции. Мы очень счастливы, что этот день наконец-то наступил после стольких лет стараний. Сотни людей собрались, чтобы отпраздновать Брексит. Они распевают патриотические песни и подбадривают речами ведущих, включая Нанджела Фараджа, лидера одноименной партии. То, за что я боролся 27 лет, и то, за что многие тысячи из вас отдали свое время и деньги. Мы столкнулись с эстеблишментом, который никогда даже не хотел нас слушать и не хотел, чтобы этот референдум состоялся. Но мы победили. Ранее проевропейские демонстранты организовали марш, чтобы как следует проститься с ЕС. А в Шотландии прошли митинги против Брексит. А апогеем празднества стало световое шоу, осветившее Даунинг-стрит. Здесь же премьер Борис Джонсон поклялся объединить страну и вести ее вперед. При всех своих сильных сторонах и при всех своих замечательных качествах ЕС развивался более 50 лет в направлении, которое больше не устраивает нашу страну. Самое важное сегодня нужно сказать, что это не конец, а начало, момент настоящего национального обновления и перемен. Что дальше? Большинство законов ЕС будут оставаться в силе, включая свободу передвижения людей до 31 декабря, когда закончится переходной период. Великобритания намерена подписать постоянное соглашение о свободной торговле с ЕС, аналогичное тому, которое союз имеет с Канадой. Но европейские лидеры предупредили, что Великобритании предстоит тяжелая битва, чтобы получить сделку к этому сроку. Крупнейшая выставка передовых экотехнологий открылась в Париже. Форум Change Now собрал тысячу стартапов из разных точек со всего мира, объединенных идей защиты климата и устойчивого развития. Как изобретатели и бизнесмены предлагают защищать планету, расскажет Алиас Сдыкова. Под сводами Гранд-Пале собрано, похоже, все будущее мировой экономики. В представлении новаторов оно ориентировано на устойчивое развитие через внедрение новых технологий. Многие решения уже несколько лет существуют на рынке и весьма успешно. Но цель этого форума – ускорить вхождение передовых идей в наши будни. Как, к примеру, вот таких чехлов для смартфонов. Они произведены из кукурузы, бамбука и биополимера. Прочные в использовании, легко разлагаются после. Их выпускает один из ведущих производителей мобильных аксессуаров. Причем для этого компания перешла с использования традиционного пластика на биоматериалы. Шаг был рискованным, но оправданным, говорят здесь. Да, на это потребовались месяцы исследований и больше года тестов. Но сегодня нам удается производить продукцию примерно по той же цене, что и раньше. И мы заметили также, что наши клиенты хорошо приняли изменения. Они готовы потреблять более чистую продукцию и, выбирая ее, заботиться о планете. Одна из самых ресурсозатратных индустрии мода. Именно поэтому максимальная концентрация инвесторов наблюдается возле стендов с одеждой. Здесь можно увидеть, как из старых вещей получаются новые материалы. Вот джинсы из переработанной ткани, обувь с подошвой из автомобильных покрышек. Удивительно, но даже самые консервативные производители предметов роскоши стараются сделать свои производства более экологичными. Я думаю, что индустрия люкса должна меняться, потому что меняется и поведение потребителей. Молодые французы очень сознательны по отношению к экологии и окружающей среде. Поэтому люкс-товары также меняются и эволюционируют. Обычные с виду драгоценности на самом деле с секретом. Бриллианты выращены в лаборатории, а золото добыто из утилизированной электроники. И именно это интересует клиентов, которые хотят быть эко-ответственными даже в выборе ювелирных изделий. Первый день выставки посвящен бизнес-встречам и продвижениям новых технологий. А уже после широкая публика получит возможность увидеть вживую самые экологичные стартапы. Алия Сыздыкова, Руслан Умержан, Хабар-24, Париж, Франция. К событиям в нашей стране. Спецсоны Казахстана будут работать без выходных. С сегодняшнего дня в стране стартовала акция по временной регистрации авто, привезенных из стран ЕАЭС. В Уральске новые правила регистрации автомобилей водителям разъясняют представители полиции и органов госдоходов. Люди пока идут за консультацией, узнают, какие нужны документы и какие обязательные платежи необходимо сделать. В Западно-Казахстанской области стран ЕАЭС за последние два года везли 42 тысячи автомобилей. Полторы тысячи из них приданы из Армении, 38 из Кыргызстана, остальные из Российской Федерации. Какая часть из этого числа осталась в регионе, а какая последовала дальше, будет известно через месяц. Есть ставки определенные, то есть это зависит от года производства. Если до двух лет производства, это 0,25 МРП, до трех лет это 50 МРП, и свыше трех лет производства, это 500 МРП составляет регистрационный сбор. Далее мы будем проверять, соответственно, услугополучатели и транспортное средство на предмет нахождения в розыске. То есть если будут все результаты отрицательные, соответственно, машина будет зарегистрирована. При этом в свидетельстве о регистрации транспортного средства будет сделана отметка, что оно действительно до 1 марта 2021 года. В Актау с вопросом регистрации авто в спецсон обратились 7 человек. Их транспортные средства были выпущены в период с 2000 по 2010 годы. Специалисты рассказали, что утилизационный сбор на машины этой категории составит 1 миллион 400 тысяч тенге. Спецсоны в Актау, Женаузене и Бенеу будут работать также без выходных. Для временной регистрации необходимо будет предоставить документ, подтверждающий право собственности, доллар по продаже, также свидетельство о регистрации транспортного средства. И, естественно, транспортное средство само нужно будет предоставить для осмотра, где нужно будет наличие требований по тех регламентам. Возможность оформить регистрацию автомашины стран ЕС предоставили и актюбинским автолюбителям. До 1 марта им необходимо поставить машины на временный учет и получить желтые номера с 18 регионом. А также в течение года оплатить утилизационный сбор и разницу в растаможке. Общая сумма затрат составит в среднем 3 миллиона тенге. Отметим, в регионе сегодня насчитывается 16,5 тысяч автомобилей, находящихся на иностранном учете. 90% завезены из соседней России. За последние полгода на казахстанский учет поставили 40 транспортных средств. Первичное удостоверение личности должен предоставить владелец техпаспорт, оплатить сбор за первичную регистрацию. Это около 1 миллиона 325 тысяч 500 тенге. И после этого мы ставим на временный учет до 1 марта 2021 года. Далее в течение года, если владелец оплачивает утилизационный сбор, он должен соответствовать требованиям техрегламента. И после этого ставится на постоянный учет в Республике Казахстана. По итогам 2019 года, к сожалению, с участием иностранным транспортом произошло 90 дорожных транспортных происшествий, где погибло 14 человек, 145 человек получили различные телесные повреждения. Кроме того, более 700 нарушений зафиксировано. Вместе с тем, привлечены к административной ответственности более 5000 водителей. К другим темам. После того, как исправительное учреждение семей перепрофилировали, у отбывающих там наказание мужчин появилась работа. В колонии действует 13 цехов. Заработанные деньги заключенные переводят семьями и возмещают ущерб потерпевшим. Ася Мутешева продолжит тему. В колонии строгого режима действует сразу 13 различных цехов. Пока одни заняты изготовлением мебели, другие выращивают овощи. Заключенному Ярбулату Булатханулы работа в теплице нравится. Урожай мы собираем каждую неделю, получается, неделю по 10-15 килограмм. Хотелось бы поблагодарить администрацию за предоставленную работу, что мы тоже помогаем семьям, здесь работаем. Сама Джон Ватаев изготавливает хозяйственное мыло. Местную продукцию поставляют во все исправительные учреждения Восточного Казахстана. На отдельно расположенном от учреждения здании мы производим хозяйственное мыло. Всё сырьё поставляется из России. Затем идёт варка в 200-тровой бочке. В сутки мы производим от полутора до двух тысяч штук. На сегодня мы выпустили порядка 20 тысяч. Всего работая в исправительном учреждении обеспечены 113 осуждённых. Срок отбывания у всех заключённых разный – от 7 до 20 лет. Среди отбывающих наказания есть бывшие сотрудники правоохранительных органов и судебных систем. На данный, на сегодняшний день в колонии трудоустроено 85% осужденных. Заработную плату получают ежемесячно около 42 тысяч. В целом они все хотят работать. Помогают семьям, да. Закрывают свои иски. Заказы на продукцию стали поступать даже из Кыргызстана. В будущем заключённые планируют изготавливать кирпичи и разводить птиц. Асим Утешева, Берег Жабалайлы, Хабар 24, Семей. Две военные части пограничной службы КНБ отмечают 20-летний юбилей. Первая дислоцируется недалеко от Актау, вторая – в посёлке Баутино. Военнослужащие ловят браконьеров и круглосуточно охраняют государственную границу южной и северной частей Каспийского моря. О том, как морские пограничники отмечают праздник, расскажет Тамара Степанова. Настроение приводнятое на лицах улыбка. Молодые офицеры военной части 2201Б встречают ветеранов. Представителям двух поколений есть о чём рассказать друг другу. Но для начала – экскурсия по современным пограничным кораблям. А теперь вручение грамот отличившимся морским пограничникам. И подарок – автомобиль от руководства регионального управления береговой охраны. Ветераны вспоминают былое, удивляются новому вооружению. К примеру, снаряжение водолазов-диверсантов вызывает полный восторг. Не выходя из-под воды, четыре часа работать под водой. Называется снаряжение легкого водолаза неинженерное. Мухаммед Суюнов 20 лет назад был первым руководителем морской пограничной дивизии Мангосталовской области. Капитан первого ранга в запасе рассказывает, по Каспию приходилось ходить на старых кораблях. Это подарки с полувековой историей от иностранных государств. Уже на тот момент они и жили своё, но послужили хорошую службу независимому Казахстану и его молодым морским офицерам. Мы смогли отладить слаженность экипажей, подготовить специалистов, которые наработали определённый опыт. Этот опыт потом пригодился, когда мы уже формировать начали своё собственное судостроение уральское. С тех пор пограничная служба пополнилась кораблями и катерами отечественного производства. Казахстан стал страной, имеющей собственное военное кораблестроение. Это ледово-буксировочный пограничный корабль Кожемука. Когда северная часть Каспийского моря замерзает, он пробивает лёд и открывает путь, как говорят моряки, фарватер для других пограничных кораблей в открытые воды. Кроме этого, он является дозаправщиком и обеспечивает дополнительным продовольствием и водой пограничные корабли, несущие боевую службу в море. За 20 лет построен новый причал собственной пограничной службы. У нас этого не было. Получен новый пограничный корабль «Нур-Султан» с двумя гидроакустическими станциями и мощным вооружением и техникой. Также используем авиацию, вертолёт, использование кораблей и постов технического наблюдения, использование разнородных сил и средств нам дают хорошие результаты по охране государственной границы. Только за последний год морским пограничникам региона удалось предотвратить ущерб государству на 6,5 миллиардов тенге. В естественную среду обитания выпущены 5 тысяч рыб осетровых и 3,5 тысячи рыб чистяковых пород. Тамара Степанова, Ренат Усалиев, Монгастауская область, Хабар-24. К данному часу это пока все новости. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин